Приветствую вас, уважаемые анонимы. Прежде чем мы приступим к рассмотрению вашего вопроса, хочется заранее задать вам один вопрос и попросить вас подумать об этом, в том числе вот в течение того времени, что я буду разбирать ваш вопрос, потому что это важно. Вы спрашиваете, что делать, но я задам вам встречный вопрос. Что делать, чтобы что? Ну вот. Что делать, чтобы что? Но если вы хотите в себе разобраться, это одно. Если вы хотите отношения с мужем гармонизировать, это другое. Вот. Но вам нужно совершенно точно для себя увидеть, чего же вы хотите. Итак. Мне мужу 33 года, в браке 10 лет. До брака встречались 5 лет. Ест сын 3,5 года. Да? Смотрите. Я обычно перечитываю текст, у вас он довольно большой, поэтому я буду его читать и комментировать. Вы начинаете с возраста себя и своего мужа, поэтому несколько логично, мне кажется, спросить, какое значение для вас имеет возраст, если имеет. Вот. Вот. Возраст ваш, возраст муж. Вы пишите в браке 10 лет. До брака встречались 5 лет. То есть, вы с мужем вместе, по сути, всю свою сознательную жизнь, получается. С 18 лет. С 18 лет. Вы с ним. У вас довольно поздний для таких отношений ребёнок. Вот 3,5 года. Какое значение имеет для вас ребёнок и его возраст? Чуть больше двух недель назад с мужем произошёл конфликт из-за того, что муж неправильно учит ребёнка говорить слова, а именно не договаривать последний слог, объясняя, что такое игра. Я не очень понял, но как вышло, что вы так много придаёте этому значение? И как вышло, что вы с мужем не кооперированы здесь? Ведь если, по вашему мнению, муж что-то делает неправильно, то сначала надо поинтересоваться, какая цель у мужа. И спасается своей целью. То есть, это либо вопрос коммуникации, некорректной коммуникации вашей с ним, которая могла исказиться. Ну, например, за годы, что вы вместе. Либо это накопленное недовольство друг другу, которое вы подавляете, например. Вот так вот, получается, так вот бывает. Я до этого не раз просил по-хорошему так не делать, но муж продолжал. Ну, понимаете, муж и ребёнок, чтобы просить его так не делать. Так или иначе, это родительская базиса с вашей стороны, когда вы просите кого-то так не делать. Это деструктивная форма общины. Вы можете донести человеку, в принципе, свои чувства. Рассказать ему о том, что вас беспокоит. И чего вы хотите послушать, что его беспокоят. И чего он хочет. В тот день наложилось ещё то, что он решил поголодать и был злым. Это вы на, как бы, мужа перекладываете ответственность за своё участие в конфликт. «Провоцировал меня тем, кто не хотел признавать, что так делать не следует, выгонял меня из комнаты». Да, знаете, как бы, то есть вы здесь перекладываете на мужа, скажем так, ответственность за то, что вы сделаете. По сути, вы ему говорите следующее. Это ты виноват в том, что я с тобой веду себя как родитель. Ну, хотя вы ему не родитель. Вы ему жена. Вы ему подруга. В хорошем смысле этого слова подруга. Вы партнёр. А партнёры друг друга не учат, не воспитывают. Да? И вот он протестует, как ребёнок, против вас. Вы не сдерживаете и сказальность и говорите, что он собрал вещи и уходил. Что здесь? Про что? Про то, что в обычной ситуации вы себя контролируете, чувствам своим заражения вы не даёте. Да? Но вот здесь разрешаете себе проявить свои чувства. При этом чувства явно гиперболизированы. Явно не в той форме, в какой вам хочется. Это очевидно. Но, извините, если что-то очень долго сдерживать, то, как правило, получается вот так. Никуда от этого извините не держаться. Поэтому это вопрос к тому. А что же у вас так вот накопилось-то? Чего у вас так накопилось? Так много накопилось, очевидно. Что? Что? Вы прям не сдержались и... Это не связано с ребёнком. Это связано с вами. Напрямую. Ребёнок здесь это... Так. Это... Следствие. Вот. Приносит, да? Дальше. А он собрал вещи и ушёл, а он так и сделал. Меня оскорбил. То есть, вы это сказали? Вы ждали, что он по-другому поступит? А он сделал, поступил так. Ещё и вас оскорбил. Как оскорбил-то? Ну, в смысле, вас задело то, что он сказал? Как? Через пару дней пришёл за кое-какими вещами и сказал, что ему такие отношения не нужны, что в это болото он больше не полезен. Ну, когда тебя воспитывают, как бы, да, возможно. Я пытался с ним поговорить, но он не захотел. А, как пытались, чего сказать захотели? Я извинял вас, он блокировал, да? То есть, знаете, как бы, чувство вины у вас здесь включается. Я извинял, оправдывал. Ну, как бы... Люди вам этого в быту не расскажут, но, когда человек изменяется, он, в общем и целом, демонстрирует, что хочет прощения. То есть, что ему важна реакция другого человека. Но он этим же самым демонстрирует то, что невнимателен к себе. А раз невнимателен к себе, значит, модель поведения повторится. Да, забегая чуть вперед, хочется сказать, что вся эта ситуация продолжается, потому что муж хочет вас, ну, не то, чтобы дискредитировать, да, это не совсем корректное слово. Муж хочет, чтобы вы уступили, чтобы вы капитулировали. В итоге я оставил его в покое, а позже он сказал, что хочет подать на развод. А мы его оставили в покое... Из какой позиции? Он сказал, что хочет подать на развод. Хорошо. Как вы к этому относились? Сказал, помочь собрать документы. Я очень просил, не делал скорых выборов и поговорил. О чем поговорить-то? Как поговорить-то? Что вы сказать-то ему хотите? Ну, вы бы как-то сформулировали бы, чего вы ему сказать-то хотите. Извинения ему ваши не нужны, очевидно. С вами он, очевидно, не согласен. Отношения с вами болотом считают. С чего вы сказать-то хотите? Он отказался. Позже сказал, что мы не молодеемся, там уже 40, потом 60, что он не хочет на нас тратить свою жизнь. На кого на нас? Кто такие мы? Поясните, пожалуйста. Я замолчал и больше не общалась с ним. Обидели? Ну, обидели. Знаешь? То есть вас это задело. А как задело? Расскажите, пожалуйста. Как вы себя вот почувствовали? Какой вы себя почувствовали? Что мотивировало вас замолчать и с ним не общаться больше? Пока не произошла ситуация в парке, произошла конфликт с одной мамой, которая мне стала угрожать. Кричала на моего ребенка после его ухода. Я расплакался, позвонил мужу. Я думаю, вот вы понимаете, да, что очень похоже на попытку привлечь внимание к себе. Попытку показаться слабой, беспомощной. С одной стороны. С другой стороны, если вы в принципе всегда воспринимаете все близко к сердцу, и как реакция на это имеете тенденцию все контролировать, это другой вопрос. Но с чем вас сам это другая так все дело? Или вы были в чувствах растрепленных? С кричала и кричала. Люди, которые кричат, они угрозы как бы не реализовывают как правило. Он пришел, нашел женщину, с ней разругался, понимаете, да? То есть, вы, ну, натурально используете своего мужа, чтобы он решал ваши проблемы, чтобы он защищал вас. Вот. То есть, вроде бы, как даете ему почувствовать себя мужчиной. Превращаетесь в такого ребенка, которого надо защищать. Вы. А потом превращаетесь в родителя, который воспитывает. Знаете, это отношения не гармоничные, не взрослые-взрослые, а родители ребенка. Так. Дальше. Пришел к нам с сыном на площадку, при сыне меня обнял, как стало понятно, для спектакля «Переперед сыном». Вы ожидали чего-то другого. Далее, через день пришел погулять с ребенком, дошел домой, попросил поесть, стал говорить какие-то справки нужны для мужа, что я должна им взять. Простите, а вы поесть ему дали просто по первому требованию? Или как? То есть, человек как бы с вами не живет, уже заходит домой, просит поесть, вы ему даете? Я сказал, ты хочешь разводиться, ты ищи все документы. Вот опять родительская позиция. Понимаете, да? Родительская позиция. К слову, он свидетельство забрал, когда приходил неделю назад, я не препятствовал. А должны были. Только плакал тихо. Вот такое ощущение, да, что там, где нужно проявить свое чувство, проявить свое отношение, вас вот в блок ставит. Я очень честно думал, что заявление подано, а оказывается, нет. И что это значит для вас? Из разговора я поняла, что он думает, что я с ним вместе пойду подавать заявление в суд, типа я не против тоже, я удивился. Вот я сказал, что до этого не хочу ему ничем помогать. Это говорит о том, что у вас не настроена коммуникация. Но это очевидно, когда вы говорите, что тебе надо, ты хочешь разводиться, ты ищи документы. Это классическая родительская позиция. А тебе надо, ты и ищи. То есть у вас нет коммуникации отсюда и разности в понимании. После конфликта в парке первую минуту ввел себя нормально, а потом видно, что обида сидит. То есть нормальное поведение, это когда нет обиды. То есть иными словами, я предположу, что вы считаете, что то, что у него сидит обида, это не нормально. Ребенка за руку берет и ведет, меня как будто нет рядом. Но он здесь с вами посерлась. Зашли в магазин, начали с сыном выбирать детское бюро. Сын посмотрел на меня, когда выбирали, мама во мне. Мы даже и мама спрашивали, что мы без мамы не выберем. Потом вышли из магазина, сын взял меня за руку, мы сзади позвал его и сказал, «А хочешь, я тебе короткий путь покажи вдоль дома». Затем побежал к нему, я пошла по параллельной дороге. Стало неприятно. Да, здесь я понимаю, неприятно. Это связано с тем, что вы не вызвали своей личной границы. То есть вы как бы чего-то ждете от мужа, у вас какие-то ожидания, но вот ответственности, опять же, на себя за то, что с вами конкретно происходит, вы не берете. Он мне не так давно говорилось, что это мне надо быть с ним в хороших отношениях, когда разведется. А это вы к чему? И я не очень понял контекст. На следующий день сказал, чтобы мы не шли на ту площадку, где случился конфликт, чтобы он пойдет с сыном гулять. Но через пару часов добавил сообщение, что лучше мне с ним пойти, если что я уведу ребенка. У вас там прям-прям опасный район, как будто бы, судя по тому, что вы описываете. Вот. Муж ведет себя так, как будто меня не мере. А должно быть по-другому? Я спросил еще два дня, не появляется неприятно. А будем появляться и писать? Я устала плакать уже. А чего плачете? Не знаю, что думать. Мне кажется, что-то вы думаете. Было бы неплохо послушать, что вы думаете, и что значит для вас эта ситуация. Напомню, что вы сами мужу сказали собирать вещи. Да. Из какого-то чувства было. Я не говорю. Я не говорю, что вы на самом деле хотели, чтобы оно ушло. Но... Чего-то вы хотели? Другого. Обратите внимание, вы не хотите помогать мужу в разводе. Но при этом, при этом считаете, что он сам будет делать первые шаги. С твоей стороны вы извиняетесь. А вот за что вы извиняетесь, опять же, в чем вы считаете были неправы? Сказала мужу, когда он после прогулки к нам дошел, то у меня сердце разрывается, когда вижу, что сын плачет, когда папа уходит. Это манипуляция, вы манипулируете через сына, там. Плохая идея. Значит, он ему сказал, что мне все равно, что у тебя сердце разрывается. Ну, может быть, правда, все равно. Сказал, что я плохая жена, это не для него. Ну, понимаете, поскольку вы видите себя как родитель, то в этом смысле может быть. Там, скорее всего, есть еще нюансы. Подскажите, что мне делать, я в подвеченном стрессовом состоянии. Стресс – это угроза, нужно предметить угрозу и выработать свои действия по отношению с ней. А подвеченное состояние – это недоверие себе и бегство от принятия решения, что я делаю сама. То есть, вот, что здесь можно сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.